Добрый день, Астраханская общественная телевидение. Мы находимся в штабе Олега Шейна, откуда сейчас должна стартовать серия одиночных пикетов. И наша активистка из Москвы Дарья Полякова согласилась уделить мне буквально пару минут перед тем, как она на них отправляется, несмотря на все, что уже на них происходило. Хорошо. Даша, я хотел спросить тебя, во-первых, о вчерашнем попадании в полицию. Как ты действительно превратилась из свидетельницы в задержанную? Как это произошло? Ну, в полицию я действительно отправилась не как свидетельница. Я прибежала с тобой и остальными к месту, где происходила провокация, где была очевидцем того, как тебе, нашему журналисту, распунили телефон, который ты снимал. У тебя напали. Я была первой, кто позвонил в полицию. Ну, 112. Они записали мои данные. Ну, так обычно происходит. Поэтому, когда на место прибыла полиция, меня просили проследовать в отделение для дачи объяснений по произошедшему. Я туда проследовала. Нас ввели внутрь, после чего начали происходить странные вещи. Нам выдали бумажки с объяснениями, как для задержанных, после чего стало интересно, задержанные мы или все-таки мы здесь как свидетеля. Выяснилось, что я таки задержан. По какой причине я задержан? На меня было написано заявление с обвинением в мелком хулиганстве, которое проигрывалось в том, что я в оскорбительной форме представала гражданину Витулеву. Я не знаю. Человек. Как удалось выяснить, ну, еще не вполне удалось выяснить, потому что мне не дали ознакомиться с материалами дела. Но, вроде бы, подача этого заявления связана с вчерашними пикетами, которые происходили в братском садике и в ходе которых наши ребята тоже пострадали. То есть уже с позавчерашними? То есть уже с позавчерашними, верно? А, с позавчерашними, да. Так, и, собственно, скажи, пожалуйста, это твой первый суд? Да, это мой первый суд. А он, когда это состоится? В пятницу в 15.30. Чего ты ожидал? Я не знаю. Я никогда не была раньше в суде. Мне дали советы на тему того, как себя вести. Но если против меня будет вынесено обвинительное решение, то это лишняя демонстрация того, что судисты совершенно, невзирая на законы этой страны. Потому что я не совершала административного правонарушения. Так, скажи, пожалуйста, у тебя уже оказывается какая-то юридическая помощь? Да, я говорила с юристами здесь штата. Спасибо. Итак, мы, собственно, ждем результатов дела и просим всех активистов, которые к тому времени окажутся в Астрахани, приходить к Кировскому админированному суду и поддержать Дашу Полякову. Спасибо. Спасибо.